Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книги «Великие музеи мира» Жюст-Арель-Миссанье. Эскиз композиции «Сюрту де Тапле» 1748 год, гравюра 33 на 57. Именно Жюст-Арель-Миссанье считается одним из главных разработчиков новой так называемой живописной манеры Питереско, явившейся заключительной фазой стиля Рококо. Мастер славился необычной экспрессивностью создаваемых форм. Критики эпохи классицизма любили приводить его творчество в качестве примера избыточности и чрезмерности позднего Рокайля, называя его произведение «безумным и бешеным Рококо». На представленной гравюре изображены основные фигуры «Сюрту де Тапле» большой центральной композицией парадного обеденного стола. Ее главный элемент – подставка для специй. Оформлена как крупный, изгибающийся экспрессивными волнами картушь, на вершине которого в окружении раковин, листьев и виноградных грудьев сидят пути. Две супницы по бокам подобны двигающимся живым существам или причудливым закрытым раковинам. На их крышках крабы, лангусты, пучки салата и пряностей. Подставки, напоминающие большие капустные листья, причудливые выгибаются и закручиваются в спирали. Все элементы композиции словно колеблются от мгновения ветра или течения воды. Вот такое описание к работе эскиз композиции «Сюрту де Тапле» автор Жуста Рейль Миссанье около 1748 года. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok